Уважаемые телезрители, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с заслуженным журналистом Крачево-Черкесии, главным редактором, директором республиканской газеты «Черкес-Хэк» Увжуком Тхагапсовым. Увжук, ну вот прежде чем такую точку поставить в теме вашего творчества и перейти уже к газете, давайте я вас очень попрошу об этом, почитайте что-нибудь. Знаете, я пишу только на родном языке. Ну, бывают моменты, когда, как Гонзатов сказал, могу ли быть наставником едва ли, вот и запомни, молодой поэт, стихи птенцы в веселье и печали, без боли не рождаются на свет. Когда бывает очень грустно или очень весело, бывает и на русском пишу, даже, да. Ну, это редчайший случай. Схитворение «Разум» перевел тоже известный поэт из Кабардино-Балкарии, его тоже, к сожалению, в живых нет, Хасан Тхазеплов такой был. Вот «Разум». «Бывает разум молчалив, порою он бурлит безмерно, как угадать его прилив и распознать законы верно, как мир не ведает он меры в межзвездной тайной глубине, пылает он, как символ веры среди божественных огней». Или следующие, два берега, его перевел, сейчас до сих пор работает в литературной Кабардино-Балкарии, называется «Журнал», выходит в Начке. Там работает Ладо Ладомир Местич. Это по псевдонимам он писает. «Два берега». «Бывает, что в потоке серых дней устанет вдруг душа, ей все немило, и сердце затаскует вслед за ней, одно ведь тело их соединило. И отразится в зеркале мой сон, и стану я задумчив и тревожен, своим воображением отнесен в былое, сон мой памятью продолжен. Как близко то, что скрыто вдалеке, как очевидно проступает тайна, мне сердце помогает сжать в руке любую даль. И это не случайно, поскольку знаю, жизнь иная есть, где наши души некогда творились, и хоть в стороне у памяти не счесть, два берега мне четко отразились. Пока живу на этом берегу, тот берег в генном коде берегу. Как здорово! Вы толкаете на изучение черкесского языка, меня на старости лет, потому что я бы очень хотела почитать это в оригинале, так как это звучит на вашем родном языке. Спасибо большое. Спасибо, облако. Теперь давайте поговорим о работе вашей газеты. Я знаю, что у вас замечательный коллектив, высокопрофессиональный. Вы им руководитель с 2003 года. Вопрос, не знаю, кадровый что ли, как-то сегодня так принято говорить, кадровая политика. Вот насколько к вам сегодня стремится молодежь, насколько молодые ребята, девушки, знающие язык, говорящие на нем, пишущие на нем, хотят работать в печатных СМИ. Или все-таки на ветеранах у вас сегодня все держится? Очень актуальный вопрос. Мне кажется, что вы сами тоже знаете ответ. Но вы хотите из моих уст услышать это. Потому что журналистика, к сожалению, сейчас не только журналистика в каком-то упадке. Вот это творчество, творчество и литература, и журналистика. Это, видимо, как сейчас коронавирус наступает во всем мире. То же самое, наверное, что-то такое происходит во всем мире, что творчество остается где-то, ну, не совсем за бортом, но не там, где хотелось бы видеть. И журналистика в том числе. Но, понимаете, журналист, журналистика – это инструмент, необходимый идеологический инструмент не только власти, но и общества. Верно, верно. И наша задача, как бы, я об этом все время говорю, некоторые согласны, некоторые не согласны, но мы, мы мост между властью и народом. Мы должны показывать то, что власти делают, и писать то, какие желания, мечты и так далее. Ну, когда мы пишем о народе, о выходце разных национальностей, мы таким образом даем повод, политически даже, скажем, да, вот руководителям, уже показываем, где хорошо, а где нехорошо может быть. И принимают сами решения. То есть, мы как мост. Но нас порой обвиняют, что мы слишком где-то, чуть ли не пьяли. Влаживаем углы, да, вот проблемы не очень поднимаем. Вы понимаете, как я могу обойти тот факт, что на самом деле дороги такие хорошие у нас, каждый раз ремонтируется то, что происходит в республике, к примеру, да, положительное. Как я могу не замечать? Это, если даже мне не скажут, не будут указывать, вот на это обратите внимание и так далее, я по совести. То есть, нет цензуры, это не значит вседозволенность. У нас совесть должна быть, и мы должны выполнять свои обязанности добросовестно. То, что мы стараемся делать. Я потихоньку отошел от прямого вопроса, теперь возвращаюсь. И профессионалы нужны, журналисты нужны для того, чтобы вот эта связь еще укрепилась больше, чтобы мы могли помочь и власти, и народу. Мы объединяющей силой должны быть, объединяющей силой должны быть, а не разъединяющей. Многие, к сожалению, думают, если кто-то пошел против власти или где-то не так себя выразил, и на него там, ему сделали замечание, он этим самым показал, какой он крутой. Это очень, мне кажется, ошибочный подход. Это ненормально. Грубо говоря, ненормально это. Мы единое целое все. А наша задача – объединять то, что и мы стараемся делать. А для этого профессионалы, еще раз повторяюсь, нужны. Журналист должен, если пишет о медицинском работнике, он хотя бы должен уже знать азы какие-то там медицины, чтобы знать, о чем говорит журналист. На одном языке хотя бы разговаривать, с героем. На одном языке они должны говорить, да. К сожалению, для подготовки таких журналистов много времени уходит, и средств. А журналист зарабатывает мало. Видите, вот какой-то порочный круг. Мы не можем себе позволить иметь профессиональных таких журналистов и оплачивать мишек. Достойно, да. Вот нет у нас таких кадров, сколько хотелось бы, и такого качества. Но те, которые есть, они выполняют, я вам серьезно говорю, они делают все возможное. Вот коллектив наш в настоящее время, не только наш коллектив. Я же вижу, как и другие, являясь председателем союза журналистов по республике, я встречаюсь со всеми почти журналистами, я вижу, все сейчас, вот наши журналисты, они молодцы одним словом. Правда? Они делают все возможное, чтобы у нас было все нормально, все хорошо. Это я не утрирую, я не сглаживаю сейчас углы. Оно так и есть. Поэтому кадров нет у нас, достаточно кадров. Готовить надо. Готовить надо, помогать надо, молодым помогать надо. К сожалению, финансовые, мне кажется, проблемы не позволяют серьезно заниматься кадрами, журналистскими кадрами. А журналистика, еще раз говорю, это необходимый компонент общества, необходимый инструмент. Это журналистика. Мы не имеем права расслабляться. Тогда встречный вопрос. Очень больной, больной, потому что я наблюдаю эти проблемы ежедневно у своих коллег, которые изо дня в день говорят о том, что очень мало людей, говорящих чисто на родном языке у нас становится. Почему сегодня мы дожили до того, что изучение родного языка сведено к факультативному, к школе, в школах? Почему сегодня родители очень легко могут написать заявление об отказе своего ребенка изучать родной язык в школе, но предпочитают изучение иностранного языка? Но ведь еще не знаю, может быть, не год другой, но 10-15, и мы будем все одинаковые, мы будем просто, ну не хочу никого обидеть, просто россиянами. Вы знаете, вот сохранение языков и народов у меня, это с 2009 года я работаю над этой проблемой. На разных площадках я выступал и в Сочи, в Москве, в Махачкале, в Грозном, на многих площадках, вот мой отец, ветеран Великой Отечественной войны, в то время, в те далекие времена, когда еще телевизора не было, старики собирались по очереди, если это у вас происходило, я не знаю, но у нас в ауле так, ну друзья, фронтовики, по очереди, то у нас, то у соседей, соберутся вечерком, побеседуют, поговорят и расходятся. Когда у нас они бывали, мы когда прятались и слушали их, отец мой говорил, благодаря вот многонациональности, мы победили войну, говорил, многонациональности, я тогда думал, ну узбеки, например, таджики, украинцы, белорусы, то есть нас много было, и мы победили, оказывается, я с возрастом это осознал, мы победили благодаря многонациональности, понимаете, это вообще очень тонкий подход, то же самое, народы, все они, все они имеют где-то, например, кубочинцы умеют хорошо там кинжалы делать, и так далее, и браслеты, и браслеты, скажем, вы знаете, вот, вот эта многонациональность, это сила России, и чтобы вот это сохранить, многонациональность, мы должны языки сохранить, обязательно, иначе ничего не получится, мы все братья, мы все одинаковые, но вот эта одинаковость, братья, да, мы должны всегда вот чувствовать, как при советской власти, помните, мы никогда не различали по национальности, хороший, нехороший, совпадаем мыслями, подружились, нет, не дружим, и все, народы должны оставаться народами, ну, поднялся кто-то на Эльбрус первым, вторым, десятым, какая мне разница, ну, когда мы доходим до какого-то уровня спора, мы должны уметь остановиться, мы должны уметь остановиться, золотые слова, золотые, мы должны уметь остановиться, потому что это дальше переходит в глупость, честно скажу, это мое мнение, я его разделяю на все сто процентов, и у нас соперничество здоровое, здоровое, доброе должно быть, и почему я начал со слов отца, мне показалось, что вот я как черкес, не дай бог, что-то случится, да, в стране, война и так далее, я же своего друга карачаеца или нагайца или русского, я же вперед не пущу, лучше я сам погибну, и он потом расскажет, какой черкес мужественный, ну вы даете, понимаете, это без шутки, я вам откровенно говорю, вот это соперничество в мужестве нам позволяет, позволит дальше жить, сохраняя свои обычаи, традиции, язык и так далее, и вот это западнее, всякие парады к нам не перейдут, тогда и с языками будет хорошо, тогда мы сможем, мы в состоянии будем сохранить языки. Ужук, спасибо вам огромное, спасибо за то, что нашли время, пришли к нам в студию, за потрясающе интересную беседу, что хочется пожелать человеку, у которого, наверное, все есть, вот вы как-то нечаянно об этом сказали, что у вас все есть, вы, наверное, очень счастливы, пусть следующие 60 лет, а вы обязательно их проживете, будут такими же насыщенными творчеством, отношениями с людьми, чтобы было меньше разочарования в жизни, чтобы ваше ближнее окрушение вас столько радовало, а ваше детище, ваша газета, ну как минимум, увеличилось в тираже. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Буду очень рада видеть вас еще в нашей студии. Друзья, прощаясь с вами, я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Вжук Аскребеевич Тхагапсов, главный редактор, директор республиканской газеты «Черкеск-Хэку». Я с вами прощаюсь, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова